Всем привет! Вы на канале компании ОМЗАП. Сегодня у нас автомобиль Sorento, Kia Sorento 2014 год, пробег 80000, мотор у нас 2.4 G4KE, человек приехал не с жалобой, а вообще, то есть он уже начитался, насмотрелся в интернете проблемы данных двигателей. Вот, он, так сказать, изучил суть и решился на замену масляного насоса. То есть он хочет выкинуть родной масляный насос с балансировочными валами и поставить масляный насос от 2-литрового двигателя от G4KD. Зачем это вообще делается, то есть в чем суть проблемы. Данный насос, то есть, имеет, ну, как сказать, конструктивный, наверное, недостаток, недоработку. И насосная часть у него маленькая, ну, то есть это я сниму, покажу потом. В общем, проблема заключается в том, что проворачивает вкладыши в самый неподходящий момент. То есть без каких-либо признаков, горящая масленка или еще что-то такое. То есть просто на обгоне где-то у вас провернула вкладыш, мотор застучал, все, мотор на капиталку. Чтобы этого избежать, и делается данная процедура. Сейчас покажу все этапы замены. Как видите, клапанная крышка уже снята. То есть я уже начал потихоньку разбирать. А мотор внутри чистенький. Ладно, сейчас будем разбирать дальше. Вам это все будем показывать. И какие-то моменты, то есть объяснять, рассказывать. Сейчас поднимаем автомобиль, снимаем защиту. Будем сливать масло, снимать поддоны. Болты ржавые, сухие. Как будто их давно никто не откручивал. Всегда, когда снимаете, неважно защиту, любой болтик, откручивайте. Лучше смажьте его и закрутите потом обратно. Потому что вам же проще будет. Сливаем масло. Пока у нас масло стекает, снимаем колесо. Снимаем пыльник. Снимаем теперь ремень. И снимаем ролики обводные. Они будут мешать нам откручивать переднюю крышку. Так, для снятия ремня нам нужно ключик на 17. Желательно вот такой длинный, чтобы было удобней. Вот. И нам нужно вот натяжной ролик. Прям за болт ролика. Вот. Одеваем ключ и отводим. Вот сюда вот. То есть у нас натяжитель пружинный. Вот. Нам нужно его отвести. Снять ремень. И все. И отпустить. Ремешок здесь свежий стоит уже. Хотя он уже трещинками. Странно. Ну ладно, скажем я в этом клиенту. Так. И откручиваем. Откручиваем ролики. Хочу вам обратить внимание, что на натяжном ролике там получается резьба левая. То есть откручивается он по часовой стрелке. Откручивается. Снимаем обводной ролик. Здесь резьба уже обычная. Ключик на 14. Откручиваем шкив коленвала. Лучше пистолетом. Если пистолета нет, то там уже придумывать как его сорвать. Так. Далее откручиваем шкив помпы. У нас три болтика на 10. Только сперва сорвите болтики, когда у вас ремень еще натянут. Так будет проще. Два ролика сняли. Это у нас обводной. Здесь обычная резьба на болту. Это у нас, получается, идет механизм натяжного ролика. Здесь тоже резьба обычная, правая. А вот на самом ролике резьба левая, поэтому учитывайте это. Так же сняли шкив помпы и шкив коленвала. Для снятия поддона нам немножко мешает этот кронштейн. То есть нам нужно снять кронштейн. Это кронштейн компрессора и кондиционера, но полностью его откручивать не нужно компрессор. То есть нам нужно открутить всего лишь два нижних болта. Так, эти болты открепили. Теперь откручиваем четыре болта. Крепление самого кронштейна. Все, он спокойно у нас уходит. Разъем датчика уровня масла. Снимаем. Все, откручиваем все болты по периметру поддона. Здесь болтики на 10, подголовку на 10. И два болта под 12-гранную головку, 12-ю. Так, сразу заглядываем. Смотрим, есть ли у нас стружка или нет. В общем-то стружки нет. Все хорошо. Можно продолжать дальше спокойно. То есть, если здесь уже была бы стружка, то вся эта затея как бы не имела бы смысла. А вот те самые балансиры. Злополучные, из-за которых возникают проблемы на данных двигателях. Сейчас открутим. Крепятся они вот болтами с многогранными головками. Вот эти болты трогать не нужно. Это крепление с корпусов самого насоса. Бывает, что они уже начинают подкусывать. Здесь он раскаивается мягко. Здесь закусывание. Ладно, откладываем пока в сторону. Домкратим автомотор. Сейчас будем отстреливать подушку, чтобы снять нам переднюю крышку. И откручиваем саму подушку, чтобы у нас было немножко побольше места. Теперь откручиваем все болтики по периметру. Здесь у нас три вида болтов. Подголовку на 10, на 12 и на 14. Все чистенько. Здесь сейчас можно будет увидеть состояние цепей. По натяжителю. Вот у нас натяжитель. Как бы, в принципе, она нормальная. То есть натяжитель вышел между зубчика на 3, может быть, 4. Это, ну, получается, где-то процентов на 40 она вытянулась. 30-40, наверное, где-то так. То есть, в принципе, еще она ездила бы. Но так как мы сюда уже залезли, имеет смысл уже поставить цепь новую. Снимаем цепи, все вычищаем, вымываем и будем собирать на новых. Итак, здесь на столе у нас разложены запчасти для переделки под КД насос. Собственно, сам насос. Вот так вот выглядит. Цепь тоже от двухлитрового двигателя. Башмаки тоже от КД, потому что родные немножко они... У них другой угол, и цепь может не встать. Здесь у нас на башмаке в двухлитровом варианте у нас нет гидронатяжителя. Там привод, то есть натяжение за счет пружины. Эта пружина просто снимается, выбрасывается и уже будет натягиваться гидронатяжителем. Также нам потребуется шестерня, так как родные шестерни у нас выглядят вот так. Это шестерня привода балансиров, это уже цепь именно цепи ГРМ. Нужно будет ставить шестерню от двухлитров. Также санник обязательно меняем. Также потребуются болты насоса. Это вот два длинных. У нас спереди крепят насос, один короткий сзади и один болт. А у нас будет скручиваться вот сюда. То есть в стандарте у нас здесь крепился балансир, болтом балансира длинным. Но родные болты очень длинные, поэтому нужен вот такой болтик. И его нужно обязательно глушить, так как там идет масляный канал. То есть если вы сюда не поставите болт, у вас давление масла не появится. То есть оно будет все сливаться через это отверстие. Поэтому обязательно сюда нужно закручивать болт. Что еще у нас? Цепь поставим новую. Натяжитель цепи тоже у нас будет новый. Башмаки оставим старые. Они в общем-то в хорошем состоянии и смысла менять их нет. Новый поддон. Зачем вообще ставить новый поддон? Так как у нас балансиров теперь не будет. То есть если оставить старый поддон, у нас масляный насос займет где-то вот так вот объема. Ну половину, грубо говоря. И здесь будет большое пространство и масло будет в нем плескаться. То есть чтобы масло не расплескивалось, ставим поддон от двух литров. Здесь есть у нас маслоотражающая пластина. Вот. Единственный момент. То есть сам поддон у нас будет стоять старый. Мы берем отсюда только вот эту вот пластину. Здесь она будет аккуратненько отсверливаться по точкам. По точкам она отсверливается и уваривается в этот поддон. Перед установкой всегда, если новый насос, то есть он сухой идет, там масла нет. И нужно обязательно залить чуть-чуть масла, чтобы масло именно попало туда, в насосную часть. То есть если оно будет сухое, то оно будет долго очень закачивать и может вообще даже не закачать масло. Устанавливаем масляный насос. Устанавливается он сразу с цепью, потому что если мы прикрутим насос без цепи, то цепь потом не оденем. Вот. Еще такой момент по поводу болтов. Если вы надумаете подбирать их где-то там. По гаражу искать, лазить, подбирать, то вряд ли у вас это получится. Потому что резьба здесь идет М9. Нестандартная. И вряд ли у вас получится найти такой болт в вашей баночке с болтами. Да и в магазинах тоже особо нет. Поэтому сюда болты только оригинальные идут. Насос установили, башмаки прикрутили, натяжитель прикрутили. Все, можно его отщелкивать. Меток здесь никаких нет. Вот. Поэтому с масляной цепью все. Сейчас будем вставить основную цепь. У нас здесь есть, получается, на цепи три метки цветных. А вот, получается, раз, два. Вот они. И вот здесь внизу еще одна. То есть это у нас идут на распредвалы. А нижняя идет на коленвал. Соответственно, на впускном валу вот точка. На выпускном вот. То есть, одеваем цепь по точкам. И еще такой момент. Вот здесь у нас есть. Вот риска и вот. То есть эти риски должны стоять друг напротив друга. На коленвалу там метка уже стоит. Сейчас выставляем распредвальные метки. Постоянно проверяем метки, чтобы они у нас никуда не убежали. Вот. Так, этот башмак стоит. Уставим теперь второй башмак. Так. Теперь устанавливаем натяжитель. Такое самое интересное, скажем так, мы уже сделали. То есть установили насос. Установили цепь и масляную цепь. Установили цепь ГРМ. Все по меткам. Все у нас совпало. Все чудесно. Далее. Далее уже идет как бы обычная сборка. То есть ставим крышки. Переднюю. Клапанную. Здесь, в общем-то, ничего такого сверхестественного нет. Все. Я сейчас собираю. Попозже включимся. Двигатель полностью у нас собран. Одет уже ремень. Ролики. Подключены катушки. Но сняты у нас разъемы с форсунок. Масло залито. Сейчас будем прокачивать масляную систему. Вот. Еще забыл. Будем прокачивать масляную систему. Так как форсунки у нас сняты, двигатель у нас не запустится. Вот. И будем крутить старчером до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Я не трогаю грязными руками машину. Так. Счастливо. Все. Все. Все подключено. Так. Все. Запускаем. Точнее, крутим. Смотрим, когда у нас погаснет маслянка. Маслянка. Все. Маслянка у нас погасла. Значит, масло у нас закачалось во всю систему. Теперь можно подключать разъемы форсунок. Замена сцепления. Замена рычагов с шаровыми. Все. Запускаем. А, он в трещинах, он знает. А, он в трещинах там есть. Вот двигатель работает. Все отлично. Ремешок, кстати, владелец сказал, что поменяет сам. Подведем итоги, в общем. Данная процедура, в общем-то, ну, скажем так, необходима. Если вы планируете ездить долго и счастливо на вашем автомобиле, и чтобы с ним не приключилась беда, то лучше данную процедуру произвести. Как видели, производится она, в принципе, не так долго. То есть, это все делается на автомобиле. Двигатель при этом не снимается. Все это по времени где-то, ну, часов пять занимает. Так что, ну, такого прям страшного ничего нет в замене масляного насоса. Поэтому, если надумаете, то смело приезжайте. Поменяем быстро, качественно. В принципе, на этом все. Все показал, все рассказал. Надеюсь, было полезно, интересно. Смотрите наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Приезжайте на обслуживание. Всегда будем рады вас видеть. Все. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok